Приветствую всех! Небольшой фоллоуап по марафону по коммуникации. Фоллоуап касательно того, что я забыла сказать, или что я потом поняла, что стоило бы сказать. Итак, первым пунктом вспоминаем о том, что влияет на то, что мы говорим. Мы всегда с вами в коммуникации будем стремиться к тому, чтобы быть правым. Мы будем стремиться хорошо выглядеть и нравиться другим. Мы будем избегать доминирования и ответственности, и будем стремиться к доминированию из желания контролировать ситуацию. Всегда будут возникать какие-то автоматические реакции, и сила наша не в том, чтобы считать, что мы этому не подвержены. Сила лишь в том, чтобы различать эти мотивы автоматически, давать этой первой реакции пролететь, желательно молча, и потом ориентироваться на то, чего мы все-таки хотим от этой коммуникации, когда мы уже открываем рот и что-то говорим. Старайтесь избегать таких вещей, как обещания, основанные просто на желании кому-то понравиться, или кого-то успокоить. Помните, что просто так от своей правоты не откажется ни один нормальный человек, в том числе вы. Поэтому, как только вы понимаете, что ваш разговор сейчас сводится к тому, кто прав, признайте, что это тупиковая ветвь, и переключитесь на то, зачем вы на самом деле разговариваете с вашим собеседником. Помним про такое явление, как когнитивный диссонанс, тоже естественную реакцию на что-то, что нам некомфортно, что нам нечем воспринять. У Вернера Эйрхарда есть такая позиция, что вот вы что-то слышите, что-то не готовы воспринять, просто побудьте с этим, посидите с этим. Представьте, что это первая строчка в анекдоте. И представьте, что если вы, услышав, что там одна ложка говорит другой, что-то такое абсурдное, вы начинаете это оспаривать и доказывать, что такого быть не может, вы вряд ли доберетесь до развязки. Понимаете, что как мы сами реагируем, быстро на любые угрозы нашей правоте и тому, что мы знаем, старайтесь избегать того, чтобы создавать эти угрозы для вашего собеседника. Даже если вы указываете на какие-то факты, в отношении которых вы хотели бы что-то поменять, не начинайте с того, что все плохо. Вот это ощущение, что все окей, и это окей, и это тоже возможно, создаст для вас намного более надежный фундамент для того, чтобы на нем уже выстроить то, что вам важно. В следующем видео, во втором, я говорила о позиции фундаментальных интересов. Внимательно различаем свои фундаментальные интересы, прислушаемся к тому, что нам на самом деле важно. Мы всегда помним о том, что эти фундаментальные интересы присутствуют и у второй стороны. Это очень мощная позиция, которая даст вам неимоверную силу, если вы действительно ее освоите, если вы действительно откроете ее для себя. Позиции и мне, и тебе. Позиция заключается в том, что нет плохих или хороших фундаментальных интересов. Фундаментальные интересы просто есть. И если мы с вами осваиваем их, как дистинкность, если мы понимаем, на что смотреть, о чем говорить, что искать, если вы сумеете различить, что вас драйвит какая-то определенная потребность, то, что вы делаете в результате, не столь конструктивный, попробуйте это пересмотреть. Обязано ли это быть главным, определяющим. А также помним, что нет такого, что фундаментальный интерес другой страны как-то плохо или недостаточно хорош. Идем к тому, что мы создаем продуктивный фундамент для нашей дальнейшей коммуникации, для создания чего-то на этом фундаменте. Следующим пунктом говорили с вами про слушание. И более конкретно начали с того, что такое уже всегда слушание. Уже всегда слушание в результате того, кем мы уже всегда являемся. А также уже всегда слушание в результате того, с кем мы сейчас имеем дело. Такие вещи как, а, я это знаю, что тут может быть нового, например, пока вы слушаете сейчас меня, вполне возможно у вас вылезает, почему она говорит это так, я это и так знаю, это непонятно, какое она имеет право и так далее. О аутентичном слушании я тоже говорю в этом видео довольно подробно. И что я здесь хочу добавить, так слушать человека аутентично не то же самое, что слушать человека, чтобы с ним согласиться. Напомню, что единственной приверженностью в разговоре является воссоздать для себя ту самую реальность, в которой находится этот человек, как свою. Услышать так, как будто я это сам сказал. Вы не обязаны соглашаться, вы не обязаны никак реагировать. Ваша единственная задача это увидеть на самом деле, с чем вы взаимодействуете. Двигаемся дальше, дальше четвертое видео, как держать любую коммуникацию в своих руках, как быть лидером в любом разговоре. Смотрите подробнее в самом ролике, что я хочу добавить здесь в качестве фоллоуапа, в том, что я возможно упустила, так это то, что любая оценка, даже хорошая, уже закладывает в себе какое-то насилие. То есть даже когда вы человека положительно оцениваете, вот в нашей культуре очень принято, там один взрослый человек, другому взрослому вполне может сказать, ой, какая ты умничка, или ты такая крутая, или ой, ты молодец. Сейчас хочу сказать, что несмотря на то, что эта оценка позитивна, оценка предполагает, что один важнее другого, один имеет право оценить другого. Понимаю, что это может звучать как перегиб, но просто позамечайте, да, сколько у вас силы, или как вы реагируете на то, когда вас так оценивают, и насколько вы можете быть сильнее, когда вы будете делать акцент на том, что сделал человек. И брать это в свои руки и говорить, ой, мне так нравится, что ты делаешь, я в таком восторге вот от этой твоей работы, или мне безумно приятно, я тебе очень признателен. Вместо вот этих умничек, молодцов, как будто бы вы действительно находитесь на позиции, которая позволяет вам человека оценивать. Не увлекайтесь описательностью и экспрессивностью, то есть не ожидайте каких-то изменений, когда вы просто описали, как обстоят дела, особенно если туда какая-то интерпретация заложена, или ваши чувства. Если вы просто выражаете, что для вас недопустимо, или что для вас не так, переходите к просьбе, формулируйте, что вам нужно, и обращайтесь с просьбой. Я прошу тебя сделать вот это, или прошу тебя отказаться. Если вы на самом деле, казалось бы, станете более уязвимыми, вот так вот, говаривая открыто свои потребности, а с другой стороны, именно через это вы обретаете намного больше силы, вы входите в контакт с тем, с чем имеете дело. Ну, то есть попросить человека, потому что это там надо, или попросить человека что-то сделать, потому что вот так принято и было бы здорово, или попросить от себя. Я тебя прошу сделать вот это, вот это мне очень важно. Тут часто бывает такое, что избегая ответственности, мы маскируем просьбы под какие-то вопросы, еще много путаницы. Обращайте внимание на то, в ваших ли руках эта коммуникация. Убирайте оценки, убирайте интерпретации, убирайте отсылки на какие-то теории, на то, что написано в книге, на то, что как принято у американцев, у русских, или испокон века. Берите это все в свои руки. Просите, обещайте, создавайте возможности. Подробнее об этом все есть в видео, как быть лидером в любом разговоре. К вопросу об обещаниях, если вы берете ответственность за какие-то свои действия, признаете, может быть, какую-то вину, гораздо мощнее все это будет звучать, если вы сразу за этим дадите обещание, например, чего-то больше не делать, или сделать что-то в качестве корректировки. Не выпускайте это из своих рук. Подвожу итог. Первое, что очень важно держать в фокусе, это наши автоматические реакции мозга, какие-то реплики, которые будут иногда вылетать, мы не успеваем их поймать. Ничего страшного, всегда можно к этому вернуться, сказать, ты знаешь, я здесь немножко увлекся, я на самом деле не это имела в виду, скорректировать что-то. Что, откуда исходят наши коммуникации, обращайте внимание на это. Отслеживайте когнитивный диссонанс, чуть побудьте с этим, дайте себе немножко пересидеть вот эту первую вводную шокирующую строчку в анекдоте и двигайтесь дальше. Потому что если вы на ней застопоритесь до развязки, вы вряд ли доберетесь. Вторым пунктом сильная позиция фундаментальных интересов и мне, и тебе, мы не гонимся за своей выгодой в продаже, мы не решаем задачу просто поставить галочку и закрыть ее любой ценой. Мы разговариваем с позицией фундаментальных интересов, что мне на самом деле важно, что тебе на самом деле важно, и как это может быть и мне, и тебе. Третье, это слушание, это ключ ко всему, это то, что определяет все, кем мы являемся в любой коммуникации. Уже всегда слушание, то, что уже всегда является фильтром нашего восприятия. И аутентичное слушание, в котором мы не стремимся согласиться с человеком, мы не стремимся к какому-то конкретному результату, а единственной своей задачей делаем воссоздание его переживания для себя как собственного. Услышать так, как будто это я сказал. И четвертым пунктом лидерства в разговоре, как держать коммуникацию в своих руках. Опираемся на факты, формулируем просьбы, даем обещания, создаем возможности от своего лица. Не увлекаемся оценками, интерпретациями и тем, что уводит нас от того, с чем мы имеем дело. Благодарю вас за то, что вы были со мной на этом марафоне. Благодарю вас за весь фидбэк, то есть за обратную связь, которую я от вас получаю, от кого-то лично, от кого-то публично. Я учитываю ваши вопросы и пожелаю. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно участвовать в подобном исследовании, кем мы являемся, что мы можем контролировать и как мы можем делать нашу коммуникацию более конструктивной, более сильной, более чистой и работоспособной. Нажмите на колокольчик, чтобы вам сообщали о том, что у меня на канале вышло новое видео. И я надеюсь увидеться с вами в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok